SCP-3007 SCP-3007 Особые условия содержания. За больницами и СМИ по всему миру должна вестись слежка на предмет появления SCP-3007-1. Экземпляры SCP-3007-2 должны быть взяты под попечительство фонда, а исследование SCP-3007-3 с использованием SCP-3007-2 может быть проведено под наблюдением одного из сотрудников с уровнем допуска 3. Изменено. Все лица, подтвержденные как SCP-3007-2, должны быть устранены при первой же возможности. Неподтвержденные гражданские лица, узнавшие О-3, должны быть обработаны амнезиаком класса. Сотрудники, отказывающиеся или нежелающие исполнять выше приведенные условия содержания, должны быть немедленно обработаны амнезиаками и переведены на другой объект, поскольку нарушение условий содержания SCP-3007, скорее всего, приведут к концу света класса ХК. Описание. SCP-3007-1 – это повторяющееся галлюциногенное явление, без каких-либо очевидных закономерностей в плане возраста, полу-расы, состояния здоровья или рода деятельности. SCP-3007-1 подвергается примерно лиц, обозначенных как SCP-3007-2, в любое время по всему миру, и несмотря на предпринимаемые фондом меры по их устранению, постоянно становится известно о новых экземплярах. На данный момент не существует способа, кроме смерти, способного предотвратить или прекратить тире-1. SCP-3007-1 возникает на, казалось бы, случайной основе. Как правило, 4 раза в день у каждого субъекта. Длительность обычно составляет от 50 до 80 минут. Подтвержденные субъекты утверждают, что переносится в место, обозначенное как тире-3. Субъекты дают в основном одинаковое описание тире-3, однако оно не похоже ни на одно известное место на Земле. Хотя SCP-3007-1 часто возникает сразу у нескольких субъектов, нет подтвержденных случаев встречи субъектов в пределах тире-3. Испытывая SCP-3007-1, субъекты никак не ограничены в своих движениях, однако сообщают, что могут воспринимать реальность лишь через слух и осязание. В результате субъекты способны ориентироваться в SCP-3007-3 и при этом поддерживать связь с неподверженными лицами. Согласно информации, предоставленной субъектами, чувство зрения, обоняние и вкуса в пределах тире-3 неотличимы от реальности. Любые травмы или повреждения, полученные в ходе SCP-3007-1, также проявляются у субъектов реальности. На сегодняшний день известно о... ...субъектах, погибших в результате падения с большой высоты, предположительно из-за действий, предпринятых во время SCP-3007-1. Кроме того, в радиусе 2 метров от SCP-3007-2 можно чётко слышать звуки, исходящие из тире-3. Эти особенности являются в некоторой степени доказательством существования SCP-3007-3. Приложение 1. Протокол интервью 3007-2С. Первое зарегистрированное свидетельство о тире-3. Опрашиваемый. Тире-2С. 68-летняя пенсионерка из Южной Кореи. Опрашивающий, доктор. Дата 12.07.2000. Предисловие. Диалог переведён с корейского языка. Субъект был одним из первых обнаруженных тире-2 и единственным на то время психически здоровым субъектом. Начало записи. Доктор. Доброе утро, миссис Х. Как ваше самочувствие? Тире-2С. Боюсь, не очень. У меня проблемы со сном. Доктор. Обследование показало, что у вас нет проблем со здоровьем, значит это вызвано вашим состоянием. Тире-2С. Состоянием? А, вы о тех видениях. Да, я всё ещё думаю о том месте. Доктор. Месте. Субъект кивает. Тире-2С. Да, раньше всё было расплывчато, как во сне. Я помнил лишь то, что это было одним и тем же местом. Однако в этот раз всё было иначе. Я могла видеть всю картину в полной ясности. Доктор. Пожалуйста, опишите это место в подробностях. Тире-2С. Это будет казаться совершенно невероятным, но пожалуйста, поверьте мне. После того, как видение началось, я оказалась на узком своего рода подвесном мосту. Был день, но солнечный свет казался слабым. Будто он сочился сквозь пелену дыма, в воздухе витало ужасное зловоние, напоминающее мне мусор и гниющее мясо. Испытывает рвотный позыв. Доктор, с вами всё в порядке? Когда голова наконец-то перестала кружиться, я подошла к краю моста и посмотрела вниз. Земли не было видно, как будто город простирался в бесконечную тьму. Пришлось отойти, чтобы меня не вырвало или я не потерял равновесие. Тысячи мостов, вроде того, на котором я находилась, казались единственными связями между строениями. Однако многие из них также были разрушены. Все сооружения были из гладкого металлического материала. Но он был не блестящим, а белым как кость. Доктор, могли ли вы разглядеть каких-либо живых существ между руинами? Тире 2С. Нет, я не видел ни единого животного или человека, растений тоже не было. Можно было подумать, что заброшенные здания кишат ими, но всё вокруг было мертво и безжизненно. Доктор, понятно, а было ли ещё что-нибудь примечательное? Субъект с заметным дискомфортом ёрзает на стуле. Тире 2С. Вдалеке виднелся высокий чёрный столб. Он был толще и выделялся на фоне всех остальных зданий. Поэтому мне стало любопытно, и я направилась к нему. Я могла бы добраться туда, но на моём пути появились штуки, валяющиеся на земле. Они были... Доктор, мне обязательно продолжать? Я не хочу вспоминать об этом. Пожалуйста, мы можем прекратить? Доктор, я понимаю, что вам тяжело, но пожалуйста, продолжайте. Субъект прикрывает рот одной рукой и начинает плакать. Тире 2С. Извините, это просто испугало меня не более того. Трупы. Они были похожи на высохших мумий. Так что, должно быть, умерли давным-давно. Я сначала подумал, что это какой-то другой вид животных. Но я отважилась посмотреть поближе. Они, должно быть, были людьми. Однако их тела были неправильными и сковерканными. Там был мужчина, наверное, чьи кости частично выпирали и прорезались из кожи. Будто дополнительные конечности. Рядом с ним был ребёнок. Должно быть ребёнок. Его голова была расплавлена, будто воск. Но ведь он такого же роста, как и мой внук. Боже, некоторые из них были соединены вместе. Спрессованный в куб. Боже, пожалуйста, нет-нет-нет. Субъект продолжает бредить в течение нескольких минут. У Тира-2С начинается истерия, и она отказывается предоставлять дальнейшее описание. Уговоры безуспешны, и принято решение, что субъект больше не в состоянии продолжать интервью. Доктор. Спасибо, это всё на сегодня. Конец записи. Заключение. Наблюдаемые масштабы разрушений и их психологический эффект на субъектов вызывают беспокойство. Дальнейшие исследования будут сосредоточены на получении информации касательно этого места, а также связи с SCP-3007-1. Доктор. Приложение 2. Во всех отчётах, предоставленных Тира-2, наблюдается наличие огромного столпа. Как сообщают субъекты, объект виден из начальной точки на территории Тира-3 и сильно выделяется на фоне остальных строений в городе. Доктор. Ведущий исследователь SCP-3007 активно выступает за исследование объекта и за его потенциальной важности. Протокол экспедиции 3007-JV. Субъект. SCP-3007-2-JV. Ранее известный как Э. Р. Субъект. 23-летний австралиец, прежде работавший иллюстратором. Субъект был примечателен своей исключительной памятью. Наблюдающий сотрудник. Доктор. Снаряжение отсутствует. Дополнительные примечания. Ранее было предпринято. Попыток провести экспедицию, однако они были по большей части безуспешными, из-за нежелания субъектов сотрудничать. SCP-3007-2-JV вызвался добровольно, заявив о большом желании помочь в понимании и лечении SCP-3007-1. Начало записи. 8.30 утра. 14.07-2000. 2-JV. Доктор. Началось, я теперь в городе. Доктор. Вы видите столб? 2-JV. Да, он недалеко, думаю, я доберусь туда за час, если не возникнет никаких проблем. Доктор. Пожалуйста, придерживайтесь плана. 2-JV. Хорошо. Боже мой, это так странно. Слышны неравномерные шаги по металлу, сопровождающиеся небольшим эхом. 2-JV. Ух, чуть не упал. Здесь так необычно, совсем ничего не чувствую. Ладно, думаю, теперь я в порядке. Шаги возобновляются, теперь я незаметно увереннее. Субъект иногда замедляется, скорее всего, обходя препятствия на пути. Доктор. Пожалуйста, опишите, что вы видите вокруг себя, и сообщите нам о любых отклонениях от результатов прошлых исследований. 2-JV. Пока что тут только то, что я уже видел ранее. Километровые здания. Я почти уверен в том, что они из металла. Как та поверхность, по которой я сейчас иду. Мосты повсюду пересекаются и соединяются друг с другом, будто паутина. Они почти невредимы. Так что я могу ходить по ним при условии, что буду осторожным. Что касается времени, то тут довольно светло. Так что я думаю, сейчас ранее ут. Издается слабый хруст, за которым следует ругательство субъекта. 2-JV. Черт, наступил на его ногу. Боже, этот запах. Думал, привык к нему. Шаги возобновляются, однако субъект тяжело дышит. 2-JV. Повсюду еще разбросаны эти штуки, но судя по запаху, в зданиях дела намного хуже. Я бы предпочел не заходить туда и просто остаться на открытом пространстве. Вы не против? Доктор. Мы не против. Продолжайте. Субъект без особых происшествий идет в течение еще 15 минут. 2-JV. Я уже ближе, но вокруг еще больше странных штук. Вижу шестикрылый истребитель, разбившийся на мосту, что подо мной. Он уже давно там висит. Пауза. Я вижу пилота в кабине. Блять. Он разрезан пополам, половина свисает по сторонам. Боже мой, с этим местом что-то явно не так. Доктор. Там есть какие-либо другие летательные аппараты? 2-JV. Да, они всюду, и их все больше. Кажется, вы мне об этом не сообщали, доктор. Доктор. Нет, вы единственный субъект, осмелившийся зайти так далеко, что смогли это лицезреть. 2-JV. Ладно, тогда, наверное, мне стоит быть осторожнее. Не знаю, что это место преподнесет мне в следующий раз. Ай, запах становится немного сильнее меня, подташнивает из-за него. Доктор. Интересно, пожалуйста, идите дальше. 2-JV. Как скажете. Субъект продолжает сообщать об экземплярах поврежденных самолетов, количество которых достигает более 40 одинаковых экземпляров в пределах поля зрения. Спустя 20 минут шаги субъекта начинают замедляться. 2-JV. Отлично, сейчас я смотрю на столб. Он куда больше, чем я думал. Это цилиндр, где-то 40 метров толщины, может больше. Доктор. Вы видите что-либо необычное? 2-JV. Ну, я вижу несколько разноцветных участков на нем. Видимо, украшение. Его обвивает какая-то лестница, ведущая наверх. И запах, боже. Доктор. В чем дело? 2-JV. Трупы. Целое гребанное скопище трупов. Они собраны у нижней части, сплющены вместе. Я даже не могу их сосчитать. Господи Иисусе. Доктор. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и оцените масштабы преграды. Вы можете добраться до лестницы. 2-JV. Постойте вы. Вы хотите сказать, что мне нужно пойти через них? Я не собираюсь этого делать, это исключено. Доктор. Пожалуйста, продолжайте. Разве вы не вызвались добровольцем? 2-JV. Я не знал, что мне придется иметь дело с этим. Доктор. В этом цель экспедиции, господин Р... На данный момент у нас отсутствует необходимая информация по поводу этих галлюцинаций, и нам необходимо ваше сотрудничество. Вы можете помочь нам с поиском лекарства для вашего состояния, и вам никогда больше не придется снова посещать это место. 2-JV. 2-JV молчит почти минуту. 2-JV. Ну ладно, я попробую, только... Только в этот раз... Это безумие. Дыхание субъекта становится затрудненным, а шаги чаще. Слышны приглушенные хрустящие звуки наряду с ругательствами субъекта и периодические спотыкания. Через три минуты эти звуки затихают, издается несколько кратких ударов, за которыми следует сильный грохот. Субъект начинает громко вздыхать. 2-JV. Боже, чтобы я еще раз согласился на подобное. Пи***ц. Издается краткий скрежет, за которым следует несколько медленных шагов. Доктор. Господин Р... Мы не знаем, когда закончится явление, так что, пожалуйста, вы сдержитесь от задержек и поднимайтесь по лестнице. 2-JV. Да-да, я как раз собирался. Чем дальше от тех штук, тем лучше. Пауза. Доктор. Те трупы, они сплющены так, будто лезут друг через друга, чтобы добраться до этого столпа. И некоторые из них, у них есть головы. Все их лица направлены вверх, будто они глядят прямо на меня. Или на вершину этой штуки, что бы там ни было. Бл***ь, это жутко. Думаю, я пойду дальше. Стук возобновляется, субъект молчит в течение 7 минут. Со временем появляется тихий шум, предположительно от порывов ветра из-за увеличивающейся высоты. 2-JV. Доктор, мне неуютно от этого места. Доктор. С учетом того, что вы увидели, можно это понять. 2-JV. Нет, доктор, вы не понимаете. Дело не только в трупах и зданиях. С этим местом что-то не так. С тем, что здесь произошло, что-то не так. Я сперва подумал, что здесь было какое-то стихийное бедствие, вроде землетрясения или метеоритного дождя. Подумал, что по этой причине город и был разрушен. Но сейчас, когда я наверху, все это место кажется неправильным. Доктор, почему вы так решили? 2-JV. Но отсюда я замечаю кое-что необычное касательно зданий. Их не просто превратили в груду камней или подорвали. Некоторые из них скручены, порезаны на куски и даже частично раздавлены, будто глина. Больше похоже на то, что их изуродовали, как будто это проволока, которую взял ребенок и погнул, придав ей причудливую форму. Ветер становится громче по мере того, как субъект поднимается по лестнице. 2-JV. Мне кажется, то же самое и с истребителями, и даже с телами. У большинства из тех трупов были человеческие черты, будто раньше они были людьми. Землетрясение бы не привело к такому, это глупо. Что бы здесь ни произошло, оно не просто уничтожало, оно игралось с этим местом. Доктор. Понятно, пожалуйста, продолжайте идти. Ветер постепенно становится громче, шаги прекращаются. 2-JV. Сейчас я набрел на первую картину, она более узкая и высокая, чем я. Вижу еще несколько вокруг этого столпа, прямо у лестницы. Как будто вся эта конструкция предназначена, чтобы их показать. Доктор. Что на ней изображено? 2-JV. Я думаю, что она может быть повествует о какой-то истории. На ней изображена группа людей, держащих в руках разные предметы. Они улыбаются, но помимо этого их лица пустые. Тут еще странное синее существо. Но возможно это просто приукрашенное изображение человека. Линии на заднем фоне похожи на здание в этом городе. Хотя я не могу быть в этом уверен. Стиль картины сюрреалистичный, и его довольно трудно описать. Это полностью отличается от того, чем я обычно занимаюсь. Но я могу попробовать нарисовать их, когда я вернусь. Доктор. Да, безусловно, это будет полезно. 2-JV. Ладно, посмотрим, смогу ли я запомнить и остальные. Шаги возобновляются и длятся в течение 5 минут. 2-JV. Я нашел вторую. Она еще более странная, чем первая. Но я могу различить несколько самолетов. Шестикрылые подобны тем, что я недавно обнаружил. Никаких сообщений в течение 5 минут. Длительность подразумевает, что картина расположена вокруг столпа на одинаковом расстоянии друг от друга. 2-JV. Господи, эта картина вообще пи***ц. На ней изображены несколько тех трупов. Однако они выглядят так, будто еще живы. Боже, я почти могу снова чувствовать их запах. Доктор. Может быть это просто ваше воображение. Вы были дезориентированы и подвергнуты стрессу в течение последних 50 минут. Так что путать иллюзии с реальностью абсолютно нормально. 2-JV. Я уже не знаю, что реально. Прошло 5 минут. 2-JV. Снова это вонь. Я ушел от трупов, но она не исчезает. На самом деле она становится все ближе. Доктор. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, господин Р... Я вас уверяю, в полной безопасности. Прошло 5 минут. 2-JV. На этой картинке на ней изображены люди, из мозгов которых исходят линии. И они как бы соединены со столпом. Думаете, одним из них могу быть я? Доктор. Это интересное наблюдение. 2-JV. Ага, я думаю, это может помочь в понимании всего этого. Боже, я больше не могу это терпеть. В течение следующих 5 минут субъект невнятно бормочет шепотом, поднимаясь по лестнице. 2-JV. Я уже почти достиг конца, и запах становится действительно сильным. Доктор, я не знаю, что там, я не уверен, что хочу узнать. Доктор. Господин Р... Пожалуйста, продолжайте, вот так далеко зашли. 2-JV. Доктор. Я... Да, наверное, вы правы. Лучше довести это до конца. Ветер теперь громкий, почти полностью заглушающий шаги субъекта до тех пор, пока он не ступает на другую поверхность. Внезапно субъект начинает невнятно кричать. Издается глухой стук, за которым следуют звуки шаркания. 2-JV. О боже мой, что это за херня, что это за херня? Блюет. Слышен плач. Доктор. Что вы видите? 2-JV. Блядь, я не знаю, оно иссокшее, как и все остальное, что я видел, но оно огромное. Его лицо в 10 раз больше моего, и туловище, боже, так много рук. У него отсутствуют целые куски, и он скорчился. Кричит. Доктор. Господин Р... Пожалуйста, не паникуйте, оно мертво, не так ли? Оно не представляет вам никакой угрозы. 2-JV. Нет, доктор, дело не только в трупе, дело в картине, на которой он лежит. Последняя картина, мне кажется, она не завершена. Но я вижу. О боже. Почему она там? Это ебное. Удалено. Смотрите приложение 4. Доктор. Вы уверены? 2-JV. Конечно, я уверен. Кто угодно бы уз. Субъект резко замолкает и после кратковременного смятения сообщает, что SCP-3007 закончился. Несмотря на то, что субъект находится в эмоционально неустойчивом состоянии, он утверждает, что может вспомнить изображение в полной ясности. Конец записи. 9 часов 41 минута. 14.07.2000. Заключение. При условии того, что показаниям SCP-3007-2GV сложно доверять, я считаю, что мы сможем получить информацию о SCP-3007-3 из изображений, которые он воссоздаст. Доктор. Приложение 3. 25.09.2000. Графические репродукции картин, находившиеся на поверхности столпа за авторством SCP-3007-2GV. Изображения были показаны другим субъектом, вовлечённым в более поздние экспедиции. И они подтвердили, что эти изображения очень точны в плане сходства с оригинальными работами.